В начале прошлого года я осознала, что мой цветок чем-то отличается, пишет автор Басл Габриэль Мосс. У него на пару лепестков больше, чем нужно, если понимаете, о чем я. Скорее всего, не понимаете, потому что о таких вещах не говорят. Никто не заявляет, у меня огромный клиторальный капюшон. Ладно, может быть, огромный, это я преувеличиваю. Может ли он заслонить солнце, став причиной нового ледникового периода, во время которого выживут только крысы-мутанты? Не думаю. Но достаточно ли он большой, чтобы закрыть каждый миллиметр моего клитора? О да. Во-первых, давай расставим все точки на дай, не бывают двух одинаковых клиторов, как не существует двух членов-близнецов. Мы все разные, предупреждения, посылки фото, и наши тела отличаются друг от друга. Это нормально. Во-вторых, все клиторы закрыты капюшоном, крошечным кусочком кожи, прикрепленным к половым губам. Точно так же, как крайняя плоть закрывает головку члена. В большинстве случаев, увеличиваясь в размерах от возбуждения, клитор как бы выныривает из-за капюшона. Но у некоторых женщин он застревает, не обнажает полностью головку клитора. Это врожденная особенность, и это не страшно. В прошлом году, после очередной неудачной попытки насладиться кунилингусом. Мне стало любопытно, продолжает мисс Мосс. Чтобы испытать оргазм, мне нужно довольно сильное давление на клитор. И я все это время была убеждена, что оральные ласки, просто не мое. Из чистого любопытства я все же запаслась зеркальцем и заглянула под капот. Чтобы обнаружить, что я не вижу собственного клитора. Я чувствую его. Я сижу на корточках над зеркалом, которое я купила специально для изучения своего клитора, и не могу найти клитор. Он был полностью закрыт клиторальным капюшоном. Итак, как понять, что ты счастливая обладательница увеличенного капюшона? Если ты смотришь, но не видишь, точно знаешь, что клитор должен быть именно тут. А его нет, скорее всего, он спрятан под капюшоном. Первый вопрос, который тебя, скорее всего, заинтересует, как это отразится на моей сексуальной жизни. Мосс тоже была обеспокоена, в каждом своем сексуальном несовершенстве я обвиняла несчастный капюшон. Это не моя вина, что довести меня до оргазма занимает столько же времени и усилий, как собрать самому книжный шкаф из Икеи. Она обратилась к врачу за советом и услышала нечто неожиданное. Доктор Ванесса Марин, секс-психотерапевт, поведала Мосс, что женщины со скрытым клитором более чувствительны, чем остальные. Если сдвинуть капюшон, то клитор, который в основном не получает ласки напрямую, от удовольствия просто голову потеряет. Действительно, существует и более радикальный способ избавиться от лишнего кусочка кожи, удаления капюшона клитора. Пластика клитора может быть косметической, когда женщина недовольна его внешним видом, или функциональной, когда женщина хочет повысить чувствительность своего клитора. Но тут есть нюансы. Феминистские организации настаивают, что это необязательная процедура, созданная лишь потому, что женщины не принимают собственное разнообразие. Никаких доказательств того, что удаление капюшона положительно скажется на сексуальной жизни, нет. Если ты не готова к кардинальным изменениям своего тела, мы тебя в этом полностью поддерживаем. К тому же, даже если тебе кажется, что чувствительность этой зоны меньше, чем могла бы быть, у нас есть для тебя парочка рекомендаций. Помни, ты и твое тело прекрасны, люби себя и получай удовольствие.